Привет! Меня зовут Роман Стикс. В этом видео мы рассмотрим с вами некоторые варианты использования плагинов Waves Q10 и Waves Renaissance Equalizer. В первом примере я хочу показать вам, как при помощи плагина Waves Q10 можно отфильтровать нежелательные призвуки в гитарной записи. Итак, послушайте этот фрагмент. Слышно, что помимо полезного сигнала присутствует также гудение струн. Теперь послушайте вариант после фильтрации. Еще раз вариант без фильтрации и с фильтрации. Ну, как вы слышите, после применения эквалайзера Waves Q10 гудение сильно ослабевает. То есть, если в вашей записи присутствует какой-то нежелательный призвук, вы можете найти его частоту, искать удобней, подняв полосу и просканировав проблемный диапазон. Например, так. То есть, так мы находим резонанс. В этой записи я нашел два наиболее проблемных призвука. Вот этот. Ну и вот этот. Также вы можете управлять сразу несколькими частотными полосами. Например, таким образом я могу управлять сразу двумя этими резонансами. В этом примере я хочу рассмотреть использование эквалайзера Waves Renaissance Equalizer для эквализации вокала. Итак, послушайте, как звучит вокал без эквализации. И теперь включаем эквалайзер. Этот эквалайзер хорош не только для базовых задач эквализации, но и для придания большей выразительности вокалу и другим инструментам. В данном случае я хотел придать вокалу некий телефонный или радийный окрас. Я имею в виду область в районе одного килогерца. В данном конкретном случае я считал, что вокал от этого станет более выразительным и стилистика песни будет более интересной. Послушайте, как влияет подъем этой области на восприятие голоса. Итак, без этого усиления. И теперь я усиливаю эту зону. И опять без. На мой взгляд, это добавляет интересности и стильности звучанию. Далее я усилил область в районе 5-6 килогерц для увеличения разборчивости и яркости голоса. Вот без этого усиления. И с усилением. Ну и область выше 8 килогерц отвечает за воздушность звучания и за близость вокала в миксе. Послушайте без этой эквализации. И теперь я поднимаю эту полосу. Так голос кажется ближе. Так несколько дальше. Далее вы видите, я использовал хайпэс-фильтр, чтобы избавить голос от субнизких частот. Как правило, для женского голоса хайпэс-фильтр чаще всего располагается где-то в районе от 120 до 140 герц. Хотя, конечно, если в миксе нет низкочастотных инструментов, или же хайпэс-фильтр был использован при записи, то можно его и не использовать. Итак, еще раз послушайте вокал без эквализации. И с эквализацией. Разумеется, эквализация вокала зависит от того, с каким треком вы работаете, какой стиль музыки, какая идея. То есть эквализация может быть разной. Ну, общим является то, что при использовании эквалайзера Waves Renaissance Equalizer вы можете выделить какие-то спектральные зоны очень эффектно. То есть сделать особый акцент на этих частотных областях. Так что я рекомендую вам поэкспериментировать с этим эквалайзером. С вами был Роман Стикс. Увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok